Всем привет! С вами Кэт-Рукодельница. Сегодня мы будем вязать крючком вот такую вот брошку. Ко дню победы она у нас на булавочке будет, то есть вы ее сможете легко прицепить к сумочке, либо к одежде, либо повешать в машину. Для вязания георгиевской ленточки наберем цепочку из 80 воздушных петель. Дальше наберем еще одну воздушную петлю подъема. И начиная со второй от крючка петли будем провязывать целый ряд столбиков без накида. Я провязала ряд столбиков без накида. И теперь вяжу одну воздушную петлю подъема и провяжу еще один ряд столбиков без накида. Второй ряд столбиков без накида я провязала на один меньше, то есть уже в воздушную петельку подъема я столбик вязать не буду. Теперь следующий ряд мы будем вязать нитью оранжевого цвета. Также для того, чтобы переход между ниточками был более аккуратный, последний столбик мы как провязываем? Ниточку вытягиваем еще черную, а провяжем уже обе ниточки на крючке, который у меня оранжевой ниткой. Теперь черную ниточку мы не обрезаем. Вяжем одну воздушную петельку подъема, поворачиваем вязание и вяжем ряд столбиков без накида уже оранжевым цветом. И также один столбик до конца ряда, то есть воздушную петельку мы провязывать не будем. Провяжем также мы два ряда. Вяжем последний столбик уже и воздушную петлю я опять пропущу, в нее столбик вязать не буду. Вот сейчас у меня на крючочке две ниточки и провяжу я их уже не оранжевой, а черной. Делаю одну воздушную петлю подъема и теперь вяжу два ряда черной нитью. Также в воздушные петли подъема столбик я провязывать не буду. Опять же не довязала последний столбик нитью черного цвета и перехожу на нить оранжевого цвета. И вяжу сейчас опять полоску оранжевого цвета. То есть так я буду менять наши ниточки и вязать по два ряда столбиками без накида, пока у меня не получится две оранжевых и три черных полосы. Я провязала уже три черных и две оранжевых полоски. За счет того, что мы не вязали столбик в воздушную петлю подъема, у нас образовались вот такие вот скосы на ленточке. И теперь черную ниточку мы уже можем обрезать. И теперь обвяжем нашу ленточку оранжевой нитью рачьим шагом. Правой стороной я буду считать вот эту вот сторону. Поэтому повернем правой стороной к себе и начнем обвязывать рачьим шагом. Как обвязывается изделие рачьим шагом на моем канале есть подробное видео. Вы можете перейти по ссылочке в верхнем правом углу экрана и посмотреть. То есть мы вытягиваем петельку, делаем воздушную петлю подъема и начинаем обвязывать. Я обвязала ленточку рачьим шагом, ее перестала скручивать. Теперь мы ее ложим изнаночной стороной кверху и складываем. Георгиевская ленточка готова. Приступим к вязанию листика. Для этого пряжей темно-зеленого цвета мы наберем 10 воздушных петель. Теперь, начиная со второй от крючка петли, провяжем 9 столбиков без накида. Теперь ниточку не обрезаем, вытянем петельку маленько. Повернем наше вязание изнаночной стороной к себе. Возьмем нить светло-зеленого цвета. И в первый столбик соединяем ниточку нашу и вяжем воздушную петельку. Затем делаем накид и в следующую петлю вводим наш крючок. Вытаскиваем рабочую нить. Петли провязывать на крючке не будем. Опять делаем накид и в следующую петлю вводим крючок. Вытягиваем рабочую нить, делая ее уже чуть длиннее, чем предыдущие. Затем в следующие 4 петельки будем по 2 раза вводить крючок. То есть, сейчас делаем накид, вводим крючок в петельку, вытаскиваем рабочую нить, вытягиваем ее. Опять делаем накид и еще раз в ту же самую петельку вводим крючок. И вытягиваем рабочую нить. Делаю ее уже чуть длиннее, чем предыдущие. Следующую петлю также 2 вытянем из нее. И еще из 2 петель также вытягиваем рабочую нить по 2 раза. У меня осталось уже 2 петли от нашей цепочки. Опять делаем накид, вводим в предпоследнюю петлю уже крючок. И вытягиваем рабочую нить уже чуть-чуть меньше. Еще раз делаем накид и вводим уже крючок в последнюю петлю цепочки. И совсем маленькую вытягиваем нить. Опять делаю накид и подцепляю на крючок вот эту темно-зеленую уже петельку. Вот мы ее оставляли на крючок и маленько затяну ее. И провязывать теперь все вот эти вот наши петли светло-зеленые мы будем темно-зеленой нитью. То есть провязываем подряд 3 петельки. Вот одну темно-зеленую я провязываю и 2 светлых. Опять подхватываю рабочую нить. Одну темно-зеленую и 2 светлых. И то есть так провязываем все ниточки по порядку до самого конца. Я провязала все ниточки. Это у меня изнаночная сторона листочка. Вот лицевая. Теперь опять зеленую петельку темную вытягиваем и оставляем. Опять же поворачиваем наш листик изнаночной стороной к себе. Берем нить светло-зеленого цвета. Вот у нас ее кончик. И точно так же начинаем набирать петли. То есть вот я ввела в цепочку наш крючок. Подхватываю рабочую нить. Делаю накид. И из следующей петельки вытаскиваю рабочую нить. Чуть длиннее делаю. Опять делаю накид. И вытаскиваю рабочую нить из следующей петельки. Теперь сделаю из трех петель также по два раза вытяну рабочую нить. И вот до конца у меня осталось уже три петельки. Из них делаю по одной накид. Детаскиваю и делаю их уже чуть поменьше. Опять делаю накид. И забираю нашу петельку темно-зеленого цвета. И теперь буду провязывать также все петли по три нитью темно-зеленого цвета. Также одну темно-зеленую петельку и две светлых. Вон такой листочек у нас получился. Свяжем еще два точно таких же листика. Приступим к вязанию цветочка. Для этого нитью красного цвета наберем пять воздушных петель. Замкнем их в кольцо соединительным столбиком. Свяжем две воздушные петли подъема. И теперь в наше колечко свяжем пышный столбик. Как вяжутся пышные столбики у меня на канале есть подробное видео. Можете перейти по ссылке в верхнем правом углу экрана и посмотреть. Затем две воздушные петли и еще один пышный столбик. Опять две воздушные петли и пышный столбик. Всего мы должны провязать наше колечко восемь пышных столбиков. И провяжем соединительный столбик в первый пышный столбик. Красную ниточку пока оставим и берем белую нитку. Для этого в нашу арочку из воздушных петель мы подсоединим нашу белую ниточку и свяжем семь воздушных петель. Затем делаем два накида и вяжем столбик с двумя накидами в эту же самую арочку. Затем три воздушных петли и опять столбик с двумя накидами вяжем только уже в соседнюю арочку. Три воздушных петли и столбик с двумя накидами сюда же. Опять три воздушных петли и столбик с двумя накидами в следующую арочку. Еще три воздушных петли и опять столбик с двумя накидами. то есть в каждую арочку мы должны связать по два столбика при этом между каждыми столбиками по 3 воздушных петли то есть так вяжем до конца ряда и вяжем теперь соединительный столбик в четвертую воздушную петлю подъема затем мы переходим при помощи соединительного столбика под нашу арочку сюда сдвигаемся вяжем три воздушных петли и вяжем четыре столбика с одним накидом в эту же самую вот арочку сейчас мы будем вязать столбики с одним накидом захватывая столбик с двумя накидами сделаем накид и вяжем 8 столбиков с одним накидом подхватывая этот вот столбик с двумя накидами затем вяжем еще восемь столбиков с одним накидом и подхватывать будем следующий столбик с двумя накидами далее мы вяжем 5 столбиков с одним накидом заподхватывая 3 воздушные вот эти уже петельки между столбиками которые с двумя накидами и далее вяжем опять восемь столбиков с одним накидом захватывая столбик с двумя накидами вот уже получился наш первый лепесточек то есть сейчас я буду вязать опять восемь столбиков подхватывая следующий столбик с двумя накидами потом опять пять столбиков за воздушный мостик при этом вот этот вот воздушный мостик у нас пропускается посмотрите один мостик воздушный мы уже пропустили то есть так вяжем наши уже лепесточки до окончания ряда и провяжем уже соединительный столбик в первый столбик рядом вот когда мы начали вязание на этом белую нить мы уже можем закрепить и обрезать теперь будем обвязывать наши лепесточки рачьим шагом как обязывается рачьим шагом на канале есть подробное видео можете перейти по ссылочке и посмотреть то есть вот красную ниточку мы не обрезали мы теперь вот эту петельку вытащим сюда вот к основанию наших лепесточков и начинаем уже обвязывать рачьим шагом и наш цветочек уже готов теперь соберем всю брошку возьмем нитку с иголкой и пришьем в центр цветочка бусину и небольшую бисеринку теперь я бисеринку пропускаю а ввожу иголку сразу же в бусину и пришиваю наш цветочек уже к самой георгиевской ленточки теперь распределим наши листики и также пришьем листики при помощи нитки с иголок листик я пришиваю и к цветочку и к самой ленточки точно также пришьем остальные листики наша брошка готова если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал а на этом у меня все всем пока пока